Как реагировать на перемены и не поддаваться панике? Как морально быть готовым к тому, что кто-то из близких может заболеть коронавирусом? На эти и другие вопросы нам ответила заведующая отделением телефона доверия Олеся Охременко. Она рассказала о том, как может отразиться ситуация с коронавирусом на психологическом здоровье человека. Аслан Гирюгов продолжит тему. Пандемия коронавируса изменила жизнь многих людей. В самом начале распространения у людей началась паника, которая только ухудшала положение. В медицине известно опасное влияние вирусов на организм человека. Ученые считают, что пандемия COVID-19 может стать источником психологических расстройств. В силу менталитета нашего населения многие люди не следят за своим психологическим состоянием, поддаются паническим атакам, которые могут ослабить организм. Страх, тревога, паника влияют на иммунную систему, действуют на нее разрушающие. Тем самым процесс лечения затягивается. И процесс реабилитации менее эффективен и более затяжной. И данное состояние, даже после лечения, человек попадает в стресс. Такой вяло текущий, достаточно длительный стресс. Снижается уровень настроения. Он чувствует себя каким-то изгоем. Он даже стесняется того, что он болел, что он являлся носителем вируса. И впадает в такую ситуацию, в самоизоляцию от людей. Помимо этого, Олеся Анатольевна посоветовала людям не придавать данной проблеме излишнего внимания. Нельзя нагружать организм постоянными отрицательными мыслями. Нужно избегать обсуждения негативных разговоров о болезни. А если говорить о ней, то только как о профилактических действиях. Подбадривать друг друга и делиться опытом лечения. Прежде всего стоит помнить, что с усилением требований социальной дистанции необходимо сближаться более эмоционально и думать не только о себе, но и думать о ближнем. Когда ты паникуешь, вокруг тебя распространяется соответствующая паника. И ты заражаешь своим страхом окружающих. Когда паникует родитель, паника бессознательно возникает у ребенка. Поэтому прежде чем включаться в состояние паники, стресса, эмоциональных всплесков, стоит подумать о том, что ты своим состоянием сугубишь состояние ближнего. Стоит отметить, что уже нет той проблемы, которая была изначально. Практически не осталось людей, которые не верят в существование вируса. Люди готовы идти навстречу врачам и слушают всех рекомендаций, что способствует улучшению качества лечения. Аслан Гирюков, Алиба Астанов, Вести Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин